здравствуй мин добро пожаловать здравствуй мин спасибо да именно я знаю что ты более 15 лет работаешь в области образования в области дигитализации образования как сейчас модно это говорить у меня к тебе много вопросов как ты думаешь вот где мы сейчас вот образование в азербайджане до системы образования какие сегодня имеет перед собой поставленные задачи чтобы развивать эту систему в течение следующих пяти или десяти лет спасибо имен тут наверное надо поделить наше образование там как минимум на три части на три периода первый это период в министра миссира орданова второй после мисс説 морданова том что нас было уже три министра есть и период после начала пандемии я для меня они кажутся все разные то есть если после миссера морданова начались серьезные системные изменения в образовании на всех уровнях, то после начала пандемии у нас начались такие революционные изменения, которые не совсем планировались. Это все произошло не только у нас, а во всем мире, потому что реальность поменялась. Но давай начнем с того, что поменялось после ухода миссира Морданова. Я думаю, что наше министерство начало иметь стратегию и видение развития содержания образования, то есть то, чему учат детей и студентов. Второе – это изменение отношения к профессии учителя, педагогической профессии. И в-третьих, наверное, можно отметить изменение инфраструктуры образования. В принципе, если очень коротко ответить на вопрос, везде стало лучше. Содержание образования стало лучше, потому что авторы выбираются лучше, содержание меняется чаще, если министерство старается улучшить контент в меру возможностей. Возможность – это всегда те люди, которые пишут книги. У нас есть те люди, которые пишут книги, и у нас нет других. То есть если у нас хорошие книги, то это значит, что у нас есть хороший автор. Если у нас плохие книги, значит у нас не было лучше автор. Но как бы стремление к тому, чтобы сделать контент лучше и оптимальнее, оно видится, оно есть. Я знаю, что у нашего министерства есть понимание того, что содержание образования слишком перегружено. То есть мы слишком большому количеству знаний хотим научить детей за тот период, который у нас есть. 11 лет. Даже какое-то время был разговор о том, чтобы перейти на 12-летнее образование. Но есть понимание вот этой проблемы. Насколько я понимаю, ведется работа. По учителям очень серьезная у нас работа. Можно вот, извини, именно ты сказал содержание, просто как бы в продолжении, чтобы более-то развернуто и детально ответил. Содержание изменилось. Вот ты когда делишь период развития системы образования в Азербайджане, период Мессира Морданова, период после него, когда был Михаил Джабаров, Джейхун Байрамов, сейчас именно Мурлаев, которые, я так понимаю, что они втроем одну и ту же политику вели. Да, то есть там есть даже последовательность и как бы преемственность какая-то. А вот и потом сейчас вот пандемия. И период, который совпал с пандемией. Это тоже какие-то большие сейчас изменения происходят. И мы об этом, обо всем поговорим сейчас. Но вот содержание в этом трехмерном среде, оно изменялось на каждом этапе? Или же, и как оно изменилось? Есть ли изменения? Да, у нас изменилась учебная программа. В народе ее называют «курикулум», и все его ругают. Слово «курикулум» — это все равно, что по-русски это учебная программа, это адрес программы. Она есть во всех странах, она всегда была. Просто когда наша страна, это еще при Мессире Морданова, начала внедрять новую учебную программу, ее по-английски начали называть «курикулум», и люди думают, что это не новая учебная программа, а это же какая-то отличная учебная программа. Это та же учебная программа, просто в ней содержание другое, и в ней набор инструментов, которыми может пользоваться учитель, отличный от предыдущего. Очень простой пример. Если, когда мы с тобой учились, только была доска, мел, книга, ручка, тетрадь, библиотека, может быть, как инструмент, то сейчас у учителя есть намного более богатый набор инструментов. Это и цифровые инструменты, это и интернет-база, это доступность в сети и дома, и в школе, это те же мобильные телефоны и так далее. То есть сейчас учитель, если раньше он условно мог сказать, вот вам задание из книги на странице номер 5, задание номер 3, то сейчас учитель может сказать, что сделайте мне презентацию на тему, не знаю, там, черной дыры. И ребенок может дома пойти на своем устройстве и изучить этот вопрос, сделать презентацию и принести. Методологическое отличие в том, что если раньше ребенок только мог прочитать задание в лучшем случае, написать его в тетрадку и прийти и рассказать, то сейчас ребенок может найти информацию, проанализировать содержимое, создать свое содержимое, свой контент, сделать его красивым, прийти и сделать хорошую демонстрацию. То есть это инструменты, которые позволяют лучше понимать, лучше усваивать контент. Весь куррикулум, как раз его большое отличие от новой учебной программы или куррикулума от предыдущего, то что набор инструментов у учителей стал шире. Когда это произошло, Эмин? Когда это произошло? Я сейчас боюсь ошибиться в годах. При каком министре это произошло? Это был долгий процесс, потому что переход с одной учебной программы на другую происходил постепенно. То есть сначала проходили начальные классы, потом средние классы, потом старшие классы. То есть это началось при Мессире Марданове и закончилось при Микеале Джабарове, если я не ошибаюсь. То есть все 11 классов перешли на новую учебную программу. Потому что только изменить учебную программу недостаточно. Надо переучить учителей под эту программу, надо создать соответствующую инфраструктуру и так далее. То есть это процесс, который требует времени. Это всегда так происходит. Проблемы вообще любых изменений. Ты спросил, что у нас изменилось, или что у нас происходит, или что будет происходить. В системе образования это всегда сложный вопрос. Потому что система образования, она долгая. То есть если мы говорим о средней школе, это вообще образовательная школа. Это начальная школа, средняя школа и старшие классы. Это 11 лет. То есть элементарное внедрение новой учебной программы у нас заняло, я не знаю сколько лет, 5-7-8. То же самое обучение учителя занимает у нас 4-6 лет. Чтобы увидеть результат изменений каких-то, скажем, мы поменяли учебную программу и запустили ученика первого класса. Чтобы посмотреть, насколько эта учебная программа эффективная, хорошая, качественная и так далее, нам нужно подождать 11 лет. Мы до этого не можем принимать никаких решений. Мы можем вести наблюдения, но мы не можем однозначно сказать, что это хорошо или плохо, потому что цикл большой. Я почему это отмечаю, потому что... То есть ты хочешь сказать, что содержание изменилось? То есть содержание того, что преподают в школах, то есть оно улучшилось или модернизировалось? Оно модернизировалось, улучшилось. У учителей появилось больше инструментов для того, чтобы донести информацию, дать знания и навыки ученикам. Не всегда это правильно понимается аудиторией, то есть теми же учителями или теми же родителями. Многие родители иногда справедливо думают, что содержания слишком много, слишком многому учат детей или слишком много заданий, например. Потому что в курикулуме, в учебной программе есть несколько инструментов, которыми учитель может пользоваться для того, чтобы удостовериться, что ребенок понял что-то. Иногда учитель, когда не понимает, что наличие богатого инструментария, это не обязательно использовать все инструменты. У нас есть вот эта проблема. Когда учителю ты говоришь, что можно дать задание, можно попросить сделать презентацию, можно попросить что-то сделать. Он не выбирает какой-то один или два инструмента, потому что эти инструменты, по его мнению, приведут к лучшему результату. Он пытается все инструменты использовать, потому что он думает, что много это хорошо. Это не всегда так. То есть у нас, если изменять программу, легче всего ребенку адаптироваться к любому изменению. Потому что он не знает, что было раньше, ему не с чем сравнивать. Он приходит, у него книга вот эта, и он ее учит. И вот этот учитель, который рассказывает ему именно так. Учителям сложно поменяться, потому что они обучались там. Есть категория учителей, которые обучались очень давно. Есть категория учителей, которые обучались во время, после развала Союза при независимом Азербайджане. Есть группа, которая обучалась вот сейчас, недавно. И у каждого есть свои стереотипы, свои привычки и так далее. Да очень сложно поменять учителя, который там 50-60 лет, который прошел очень хорошую, допустим, советскую школу педагогическую, у которого раньше все получалось, да, преподавать. А теперь ему говорят, вот у тебя еще новые инструменты, пожалуйста, используйте. Учитель в принципе может сказать, что у меня предыдущий мой набор инструментов мне был достаточен. Я не собираюсь ничего использовать, потому что я не вижу педагогической ценности. Или же может попробовать, да, что-то. То есть широкий спектр или широкий набор инструментов – это хорошо для человека, который экспериментирует, который пробует, который смотрит. Когда мы говорим о большой группе людей в 150 тысяч человек, как правило, чтобы что-то изменить в такой большой системе людей… То есть в Азербайджане 150 тысяч учителей, да? Ну, около 150 тысяч учителей в средней школе, в нашем понятии, да, школе советской, русской школе. И когда много людей и всем надо что-то обучить, мы скатываемся к тому, что мы показываем эти инструменты или ходы, методики и так далее. И люди просто из-за того, что этого всего много, их много, все превращается немножко в рецепты, готовые рецепты. Учителя ищут готовые рецепты и повторяют то, что им показывали на тренинге или повторяют то, что они видели, да. Хотя педагогический процесс – это процесс исследования со стороны учителя в том числе, чтобы понять, какой метод лучше подходит для него и для его учеников. Если мы не будем учитывать особенности детей или группы детей, а будем просто по книжке говорить то, что там говорили ученые, я не думаю, что это приведет к хорошему результату или когда-либо приводило. Учитель должен работать над собой практически всегда. То есть он сегодня рассказал теорему Пифагора вот так, вот с такими примерами, вот с таким, я не знаю, там рассказом и так далее. Понял там X процентов детей. Завтра он должен поменять подход, показать или рассказать по-другому и посмотреть, что там сейчас поняли или не поняли Y процентов из общего класса и сделать выводы, что у него хорошо получилось, что у него плохо. И это процесс постоянный, он никогда не должен останавливаться. Почему это хорошо получается, например, в частных школах, которые быстро могут адаптироваться? Потому что частная школа – это маленькое предприятие из одной или нескольких школ, в которой в каждой школе в среднем 100 человек. И там у школы, ну вот, например, школа Ландау, там, по-моему, сейчас 5 школ. Ну, в общем, я думаю, там человек 500-600 работает. То есть что-то сделать с 500-600 работниками очень легко. Что-то сделать со 150 тысяч, но очень сложно всегда. То есть мы не можем, во-первых, в течение года это сделать, нам нужно время, и у нас нету достаточного механизма контроля того, контроля над тем, какие были результаты нашего там тренинга. То есть это, опять, это большая система, сложная, требующая участия не только министерства или там авторов или ученых, она также требует большое участие учителей. И тут вот мы переходим к моменту, что изменилось с учителями. Во-первых, сейчас учителя… Чтобы стать учителями, нужно набрать хорошие баллы в университете. Да, ты говорил в одном из своих предыдущих интервью именно о том, что изменилось… Один из основных моментов, что изменилось, это то, что качество молодых учителей или тех людей, которые будут в будущем молодыми учителями, начало меняться, потому что сейчас количество, по-моему, тех, кто поступают в педагогические вузы, у них у большого количества очень высокие баллы, чего не было раньше. Да. Да. Но вот когда… То есть ты хочешь сказать, что… Надеюсь, ты не хочешь сказать, что… Единственная наша надежда на то, чтобы ждать теперь там 10 лет или еще больше, пока они станут учителями, пока они там, я не знаю, начнут практиковать это, развиваться и, не знаю, через 15-20 лет станут опытными, крутыми учителями. То есть как обстоит дело именно с переквалификацией учителей, потому что, ты говоришь, есть 150 тысяч учителей, невозможно взять и убрать этих учителей, принести каких-то новых учителей. То есть нужно работать с тем, что есть. Вот в этом отношении, вот именно вопрос переквалификации, вот последний год, да, вот скажем, при Михаиле Джабаре, при Джейхуну Байраме, сейчас при Эминьям Рунлаеве. Что происходит именно с… Как меняется… Или как система образования помогает этим учителям меняться? То есть какие есть сейчас инструменты для этого? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, кто наши учителя. Вот учителя, которые преподавали тебе и мне, которым сейчас, наверное, лет за 50, они прошли советскую школу. Мы считаем, что она была хорошей. Почему? Потому что в Советском Союзе была стабильная, там, относительно экономика и определенные жизненные ценности, да. И, в принципе, у нас было много учителей у меня с тобой, которые горели за ученика, старались, то есть у меня было много учителей, которые мне давали дополнительные задания или что-то… Как-то мне пытались помочь или что-то для меня специально делали, потому что они хотели что-то сделать хорошее для меня. Просто вот человеческое такое желание было, потому что система ценностей была таковой. Потом у нас случилось то, что случилось во всем Советском Союзе – развалился Союз, поменялись экономические ценности, экономические правила в стране и, естественно, поменялись жизненные ценности людей. И, то есть, если раньше, то есть, если мы сравним, не знаю, 50-60 лет назад, если в какой-то деревне самым уважаемым человеком был учитель и врач, то после развала Союза учитель и врач перестал быть самым уважаемым человеком, и уважаемым человеком стал человек, у которого есть деньги, магазин и так далее. Я не говорю, что это плохо, но это реалии социоэкономической ситуации. И как результат этого, из-за того, что учительская профессия перестала быть настолько престижной и высокооплачиваемой, туда люди перестали хотеть попадать в профессию. И как результат, когда Союз развалился, когда мы с тобой учились, раньше нас поступали и так далее, на педагогические факультеты поступали те люди, которые никуда больше не могли поступить. То есть, как правило, люди писали 15 факультетов, куда они хотели попасть, и педагогические факультеты писали самыми последними. Если я не поступлю никуда, то как минимум в педагогические поступлю. И поэтому в педагогические вузы были одни из самых низких баллов проходных. То есть, можно было поступить, набрав 150 баллов из 700, по-моему, или 600, сколько у нас там было. То есть, это были люди не самые... Во-первых, они не хотели туда попадать. То есть, большой процент тех, кто заканчивал педагогические факультеты, не становились учителями. Плюс они поступали те люди, которые плохо сдавали экзамены. Я не говорю, что они были не совсем... Я не говорю о качестве человека. Просто они вот эти предметы, по которым сдавали экзамены, они их плохо знали. Или знали хуже, чем другие. И поэтому у нас как бы независимостью уже 30 лет. И у нас появилось несколько поколений учителей, которые стали учителями, потому что никем другим не смогли стать. Соответственно, они пришли в школу, потому что с работой тоже были проблемы. Они пришли в школу и преподавали так, как смогли. То есть, у нас есть большая группа учителей, сейчас работают в школах, которые получили плохое педагогическое образование, не желали стать учителями и не смогли никуда в другое место поступить. Это очень-очень важный момент. Мне кажется, это вообще показывает трагичность всей ситуации и реальность. Она не только у нас, она везде так. Потому что если на Западе нет такого восхваления учителя... У нас ты имеешь в виду в постсоветском пространстве? Я думаю, что этот процесс, который мы сейчас проходим, западные страны или страны с развитой экономикой, они проходили этот процесс, просто они проходили его при других условиях, дольше, с другими ценностями и так далее. У нас было одно устройство страны, потом это резко сломалось, потом мы стали независимыми, у нас не было ресурсов, у нас была война, у нас было много факторов, которые негативно влияли не только на образование, а на все, а на образование оно влияло больше, потому что, по причинам, о которых я сказал, и это был процесс, который... Во-первых, его нельзя было заменить, то есть мы не могли остановить процесс образования, привести туда каких-то других учителей, мы не могли этот процесс останавливать ни на секунду. То есть у нас, мы были частью Советского Союза, стали Азербайджанской Республикой, система образования ни на секунду не останавливалась. Страна разрушилась, у нас там, я не знаю, валюта поменялась, девальвация, экономический кризис, я не знаю, война и так далее. Школа не останавливалась. Школа, в принципе, остановилась только сейчас, вот когда была пандемия, по большому счету. То есть мы условно чинили самолет в полете. То есть мы не делали хороший самолет, сели и полетели. У нас не было такого времени, ни у кого не было, то есть и у соседей тоже нет. Мы вот летели на самолете не самым хорошим, потом нам сказали, вот еще и денег нет больше, и дальше чините его, как хотите. Некоторые страны решили не чинить, например, Трукменистан, самый такой радикальный пример, они решили его не чинить, они летят, у них очень плохая система образования, они даже не парятся об этом, и вот когда-то это упадет. Ну, как упадет? То есть результатом же образования является наша сама страна, то есть наши специалисты и все остальные области, потому что все проходят систему образования, потом становятся кем-то. В Туркмении нет и не будет хороших специалистов очень-очень долго, потому что они никак не исправляют систему образования. Эмин, ты описал, я понимаю эту проблему, она очень такая, не связана с одним человеком, это такая структуральная проблема, связанная с теми временами, которые мы переживали, но теперь вот пандемия... Нет, нет, до пандемии что случилось? То есть когда пришел новый министр, он понял проблему, я говорю о Михаиле Джабарове, он поднял минимальный проходной балл в педагогические факультеты, то есть если ты никуда не мог поступить, то это не значит, что ты поступил в педагогический вуз, я не помню баллы, то есть если раньше было 150, они подняли сделали 250, по-моему, это первое, что они сделали, то есть они отсекли тех, которые вообще плохо сдали экзамен, это уже хорошо. Во-вторых, они, министерство, одним из первых указов, если я не ошибаюсь, в течение первого года Михаила Джабарова подняли зарплату учителям, и этот процесс продолжался. Какая была зарплата и какая она стала при Михаиле Джабарове? Я боюсь ошибки. Приблизительно. Что-то вроде там было 200, стало сейчас, по-моему, 600-800 по боку. То есть это серьезные изменения. То есть 2-3 раза выросла зарплата? Да. Она сначала в 2 раза поднялась, потом от той базы поднялась еще. Но, как результат, у нас есть, во-первых, в городе хорошие зарплаты, в Баку и больших городах. В регионах есть система поощрения учителей, то есть если бакинский учитель или студент условно из Шамахы решил стать учителем, сдал все экзамены, то есть есть позиция, например, учителя в ГАХе, и если он решит переехать, ему дают надбавки и помогают жильем и так далее. То есть государство помогает и финансово, и организационно. Плюс у нас есть экзамены учителей, они честные. То есть у нас есть такой онлайн-экзамен, ну, компьютер-бейс-экзамен, который учителя сдают у них. То есть если ты там, не знаю, закончил вуз, ты сдаешь экзамен, если набрал хорошие баллы, то тебя министерство приглашает на работу на те пустые вакансии, которые есть. Раньше этого тоже не было, или раньше это было очень коррумпировано, может быть. То есть подняв социальное положение учителей, то есть сейчас учитель, в принципе, учительница, у нас как бы есть стереотип, типаж учителя или учительницы, это семейная женщина, которая не всегда является главным, как бы, кормильцем семьи. И поэтому, то есть у нас даже было всегда такое понимание, что, ну, девушка, пускай станет учителем, пускай сидит в школе, неважно, сколько она получает, зато там безопасный environment, мы знаем, чем она занята, очень все хорошо, неважно, что она зарабатывает. Сейчас это не так, сейчас учитель как бы в семье приносит деньги, больше, чем раньше, это стало выгодно, отношение к учителям поменялось, стать учителем стало возможным честно, без коррупции. Раньше директор мог за деньги нанять учителя, или рано что-то происходило нечестное. То есть очень было сложно попасть в школу, стать учителем. Я помню, когда еще миссир Майорданов был, я несколько проектов делал, я работал с молодыми учителями, и когда их брали на работу без взяток, они просто там, никто не верил в это. То есть в центральные школы города Баку брали учителей с моих проектов бесплатно. Это было каким-то невероятным чудом. Сейчас это все прозрачно. Вы задаете экзамен, вы получаете балл, у вас есть собеседование, вам предлагают варианты, вам говорят, если вот в Баку, то вот. Если вы очень хорошие баллы набрали, вас рекомендуют какие-то центральные школы. Если уже чуть меньше есть вакансии где-то в регионах, вам предлагают, вам дают какие-то условия. И как результат всего этого количество людей, которые, я говорю, может быть, немножко старые цифры, двухлетней давности. Если раньше люди, которые набрали 500 баллов при поступлении из 700, только 5-10 из них выбирали педагогические факультеты, то после изменений, которые произошли, достаточно быстро, в течение двух лет, что ли, то количество людей, набравших 500 баллов, которые решили стать учителями, стало 2 тысячи. То есть 5-10 человек versus 2 тысячи. Это показывает то, что люди пересмотрели свои взгляды на эту профессию, они увидели ценность, они увидели прозрачность и так далее, и захотели стать учителем. Это очень важно. Но этих людей надо ждать. Это произошло буквально несколько лет назад. Сколько, лет 10 надо их ждать? Не-не-не, не 10. Пять. В принципе, 4 плюс 2 магистр, да, бакалавр-магистр, в принципе, уже может идти в школу. Ну, поработают в школе еще 3-4 года, и, в принципе, это хороший учитель, если работает над собой. То есть у нас дальше, со следующего года, через 2 года у нас начнут выходить мотивированные молодые люди, которые решили стать учителем и стали, которые прозрачно попадут в систему образования и будут стараться что-то делать. Но у нас есть люди, у нас еще остались наши с тобой учителя, которые, в принципе, не были испорчены, там, система ценностей не была испорчена. Или те, у кого была испорчена система ценностей, есть учителя, которые стали учителями, потому что, ну, ничего другого не смогли сделать. Проблема молодых учителей, она нисколько, то есть в нашей системе, да, проблема обновления, она нисколько связана с годами обучения, да, у нас система педагогического образования тоже никогда не останавливалась, она каждый год производит какое-то, там, несколько тысяч человек. Проблема в том, что когда молодой учитель приходит в школу со своими, там, новыми идеями, набрав 500 баллов, проучившись без взяток в педагогическом вузе и так далее, приходит в школу, а там сидит учитель постарше, у которого система ценностей испорчена, который поступал в педагогический вуз, потому что никуда больше не поступил, который учился в педагогическом вузе за деньги, давал взятки, получал отметки. И вот этот не очень хороший учитель, он как бы авторитет, потому что он просто дольше там сидел. И такая вот, если можно назвать это, это учительская дедовщина, да, то есть если, ну, представь, ты пришел молодой учитель, а там сидят взрослые опытные учителя, и ты говоришь, надо вести урок вот так, потому что я там в книжке на английском прочитал, что так лучше, они говорят, не надо ничего этого делать, мы всегда делали вот так, и все получалось. И им сложно будет, этим молодым учителям, какое-то время отстаивать свои там знания, свои методы и так далее. Но это такой натуральный процесс, да, это всегда происходит так. Любой процесс изменения в больших системах, они происходят долго. И к этому надо быть готовым. То есть у нас, когда вот поменялся Михаил Джабаров, ну, поменялся министр, стал Михаил Джабаров, там через год-два мои знакомые начали сказать, ну, что изменилось, почему вот ничего не меняется, почему вот там то-то-то-то. Невозможно. Просто нету такой страны, нету вообще там такого кейса, чтобы просто за ночь поменять, или, ну, за год-два поменять систему образования радикально. Частная школа опять-таки может сделать, там сто учителей плохо работают или не нравится, как работают, меняешь, нанимаешь других сто учителей. Не можешь найти в этой стране, нанимаешь за границей. Это всего лишь сто человек. Сто пятьдесят тысяч человек, которые там по-разному обучались, из разных там слоев приходили с разными ценностями и так далее. Их менять это сложно. И плюс, я думаю, что нужно всегда учитывать, что когда мы говорим о такой большой группе людей, любые изменения в их работе, в их условиях, в их, я не знаю, требованиях к ним и так далее, они со стороны государства должны проводиться так все изменения, чтобы не произошло там системных серьезных таких всплесков негативных эмоций. Потому что, условно, я говорил с министрами и замами, я когда говорил, что вот почему не поменяем всех директоров школ, они говорили, а где мы найдем 4500 человек, профессиональных менеджеров или кого там надо. Но если 150 тысячам людей сказать, вот вы все неправильно работаете, завтра все должны как-то по-другому, естественно, это будет социальный всплеск, социальное негодование. Это большая группа людей. Это 150 тысяч человек, это где-то 150 тысяч семей будут охвачены. 150 тысяч семей, чтобы понимать, это от полумиллиона до 700 тысяч людей, если считать муж, жена, двое детей. Поэтому это надо делать всегда медленно в наших условиях, особенно после нашей 44-дневной войны. Мое убеждение, что наше государство, наше правительство пыталось избежать серьезных социальных всплесков, чтобы готовиться к главной цели. Потому что у нас была цель нисколько... То есть у нас, естественно, цель есть развитие страны, улучшение экономических показателей образования и так далее. Но все это должно было делаться так, чтобы не помешать главной цели. Главная цель была подготовка к войне, которая, как мы знаем, у нас длилась, не знаю, 17 лет. И мы должны были быть осторожными во всех областях. Это не только связано с образованием. Ну, если мы говорим об образовании, мы должны это учитывать. И поэтому изменения, они не такие радикальные, как я бы... Например, есть страны, в которых, когда они решили поменять что-то, они сразу ввели систему аттестации учителей. То есть система аттестации учителей такая. Завтра вы все идете сдавать экзамен. Кто не набрал такое-то количество баллов, мы просто увольняем. Есть такие страны. У нас пошли по-другому. У нас сделали сначала... Это тоже при Михаиле Джабарове произошло. Сделали диагностическое оценивание учителей. Они сдали экзамен, получили свои баллы. Но это никак не повлияло на их работу. То есть они никого не уволили как результат. Но, как минимум, людям сразу показали их слабости, скажем, профессиональные слабости или сильные стороны. Дальше эту систему провели, всех продиагностировали. Дальше предложили какие-то курсы. И только после этого у нас еще, по-моему, даже не внедрена... Будет внедряться система аттестации. Когда, если человек получает... Ну, если человек хорошо знает свою профессию, то он получает больше денег. Если он очень плохо знает, то он как бы перестает быть учителем. И мне как раз в Министерстве образования рассказывали, когда только началось диагностирование, это было при Микелии Джабарове, вот в Баку, я могу соврать в цифрах, в Баку, по-моему, около 30 тысяч селей. Когда им объявили... Потому что диагностирование, в первую очередь, сначала началось в Баку, потом в других регионах. Когда только объявили, что диагностирование начнется, около двух тысяч учителей пришли и написали заявление об уходе. Сами, добровольно. Просто вот сказали, что мы сейчас будем вас оценивать, они сами ушли. Потому что раньше никто их не оценивал. То есть человек кое-как поступил в ВУЗ, кое-как его проучился, получил диплом за деньги, в большинстве своем, мы это все понимаем. Мы с тобой учились в бакинских ВУЗах, мы знаем, какой процент людей учился сам. Вот. И потом они за деньги стали учителями, попали в школу, не очень хорошо зная свою профессию, как-то работали. И никто их об этом даже не спрашивал. Ты хорошо знаешь физику или нет? А я знал учителей, которые действительно не знают такие азы, которые я знаю. Потому что я прошел школу, они вроде тоже, но как бы они... Эмин, понятно. Ну вот сейчас вот давай перейдем к дигитализации пандемии. То есть выяснили, допустим, Микел Джабаров, они выяснили, что вот есть эти слабости. То есть они планируют аттестацию. Я правильно понял? То есть аттестации еще не было, но это следующий этап. То есть фактически что приведет к тому, что еще какое-то количество учителей уйдет. Наверное, не сможет... У нас, я как бы добавлю, у нас система, как я понимаю, министерство хунута и пряник, она заключается в том, что если условный учитель сдает плохо экзамен, его не увольняют, но ему не дают большого количества часов. Понятно. То есть это какой-то такой не радикальный, а такой умеренный... Да, если ты сдал хорошо... Политика... Мы с тобой... У нас с тобой было 12 часов уроков. Да, мы с тобой учителя физики. Ты сдал хорошо экзамен. Я плохо. Тебе давали мои 6 часов. То есть ты был 12, а сейчас 18. А у меня забрали 6. А зарплату дать за часы. То есть ты теперь получаешь зарплату за 18 часов, а я за 6 часов. Поэтому мне говорят культурно, что хочешь сиди, но мы тебе меньше будем платить и меньше будешь работать. Я, в принципе, если я не знаю предмет или не умею преподавать, я скорее всего уйду, если мне есть куда. Я почему... Мы сейчас плавно к этому перейдем. Почему я верю, что оцифровка всего процесса, материалов, инструментов, инфраструктуры позволяет ускорить процессы и вести более детальный анализ, контроль над процессом. Вот давай плавно перейдем. Ты, допустим, говорил о том, как Министерство образования выявляет слабости, скажем, определенных учителей. Теперь, как дигитализация образования... Расскажи, пожалуйста, что произошло за последний год с системой образования благодаря дигитализации. И как эта дигитализация вообще помогает ли она, может ли она помочь тоже решать эту проблему слабых учителей или слабого контента. То есть, могут ли несколько хороших учителей с очень высоким уровнем интеллекта, с гениальными способностями педагогическими давать эти знания сотням тысяч школьников? То есть, благодаря дигитализации это происходит или нет? Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, да, происходит. Вообще, мне не нравится это слово дигитализация. Термин звучит как цифровая трансформация. Так. Ну, это не только в образовании, но, в частности, называется цифровая трансформация образования. Она у нас началась не с пандемией, она у нас началась раньше. Она у нас началась на уровне сервисов, которые оказывает министерство, ну, обществу, да, министерство образования общества. Там, условно, чтобы поступить в первый класс, если раньше надо было ходить в какую-то школу, там, встречаться с каким-то учителем, уже несколько лет у нас родители могут зайти в онлайн-систему, сказать, я живу там-то, ему выходит список школ рядом, он выбирает школу, выбирает класс, там, вплоть до учителя и ждет, когда его, там, кандидатуру в этот класс подтвердят, да, его или ее ребенка. Это один из примеров, да, то есть у нас есть система смены школы, смены вузов, нострификации дипломов, приемов школы и так далее. У нас очень много министерства разрабатывало и разрабатывает систем электронных услуг для населения. Цифровая трансформация не сильно коснулась самого процесса образования, но пандемия помогла. Пандемия у нас ускорила это все, не потому что мы так хотели, а потому что это был единственный путь. И когда вот у нас 3 марта, по-моему, закрыли школу в прошлом году, первое, что сделало министерство образования, оно начало проект телеуроков. Да, министерство начало записывать все уроки по всем предметам всех, по всем темам всех классов, если не ошибаюсь, на азербайджанском, а потом и на русском языке. И каждую неделю на канале Медонет и, если я не ошибаюсь, АС-ТВ в определенное время шли телеуроки. То есть это было вот, ну, буквально, я не знаю, там, в середине марта. Они на YouTube тоже есть эти уроки? Да, они потом выкладывались на YouTube, они выкладывались на VideoEdwards, это портал министерства, то есть везде доступно. То есть что это происходило, что это было, да, то есть министерство выбрало несколько, как они считают, хороших числей, которые на камеру с хорошим цветом, с хорошей техникой, в хорошей комнате вели уроки. То есть рассказывали разные темы и школьные программы, там, первый закон Ньютона, орфография, грамматика, теорема Пифагора и так далее. Это были такие короткие уроки. И министерство просило родителей усаживать детей за телевизор, чтобы они хотя бы так смотрели на школу. Изначально, когда началось пандемия, все думали, что это будет несколько месяцев, как я понимаю, не только мы, а весь мир. И прошел уже целый год, и я так понимаю, что у министерства есть телеуроки по всем предметам для всех классов, для всех языков. Ну, русский, азербайджанский. То есть в министерстве появилась база, база знаний, база уроков, преподаваемых хорошими учителями, с хорошей картинкой, с хорошей программой, с хорошей методикой. То есть это могут посмотреть не только дети, как я понимаю, это могут посмотреть те самые учителя, другие учителя, у которых есть какие-то проблемы в преподавании, у которых готовятся к своему уроку. Молодая учительница, которая хочет у нее завтра урок, она находит в YouTube урок свой, преподаваемый другим более опытным учителем, и пользуется этим. Это все, я думаю, что по истечении какого-то времени серьезно положительно отразится на том, как все остальные учителя преподают. С условием, что если они хотят изменяться, то лучше. Это первое было, что сделало министерство, я думаю, что это успешный шаг. Насколько я помню, после нас такие страны, как Британия и многие другие развитые страны, начали делать телеуроки. Мы начали делать телеуроки, одни из первых в мире. Потом министерство запустило инструменты для дистанционного обучения для вузов. Я помню, мы в начале апреля запустили уже порядка 15 вузов азербайджанских. Запустили инструмент, чтобы университеты, педагоги в университетах могли найти своих студентов и преподавать. Ну и где-то, если я не ошибаюсь, в середине апреля мы начали проект, так называемая виртуальная школа. Это проект министерства образования, где ребенок мог сам зарегистрироваться, чтобы получить доступ к своему виртуальному классу. Виртуальный класс ученика 8-й школы 5-го Б, он такой же, как и его реальный аналог. Это те же студенты, те же школьники и те же учителя. Виртуальная школа помогает их собрать вместе, учеников с учителями, в той же комплектации, что они были в школе. По регионам, по школам, по классам и так далее. И после этого начался процесс виртуального обучения. До конца года дети учились онлайн, потом в сентябре министерство запустило смешанные модели, когда ребенок три раза ходил в школу, два раза не ходил, а учился онлайн. А потом у нас стало 5 дней в неделю, потом у нас началась война и пандемия, количество болезней выросло. Школы опять закрылись, опять все перешли полноценно на онлайн. Потом зимние каникулы, опять рост больных сократили. В общем, у нас там школа закрывалась и открывалась в течение года, точно так же, как во всем мире. Но что мы увидели, что, во-первых, большое отличие от азербайджанской системы вот этого дистанционного обучения заключается в том, что в отличие от многих стран, где министерство, можно сказать, насильно заставляло учителей и учеников использовать тот или иной инструмент, министерство образования Азербайджана дало свободу выбора ученикам и учителям и сказали, вот есть инструмент виртуальной школы, вот он работает так-то. Кто хочет, по желанию, не обязательно, это повторялось несколько раз, что это добровольное участие. Кто хочет, может зарегистрироваться в проекте, получить юзерный пароль и начать видеться со своим учителем онлайн. В первый день регистрации виртуальной школы зарегистрировалось 50 тысяч человек. Ну и дальше эта цифра особо не падала, там каждый день 40-50 тысяч человек зарегистрировалось. И уже к началу следующего года, с сентября, уже более миллиона человек зарегистрировалось в системе. И вот они все участвовали. И мы, как бы, я не думаю, что только мы, но мы очень быстро перешли к этому формату. Это говорит о том, что мы, в принципе, очень гибкое сообщество. Я сейчас говорю, в частности, об учителях и об учениках или об их родителях. Мы очень быстро адаптировались. Когда школы вот там то закрывались, то открывались, то они, например, открывались на три дня, то на два дня, то вообще закрывались, то, например, в феврале была плохая погода, два дня был сильный снег, школы закрылись не потому, что министерство сказало, а потому, что дороги были закрыты. И когда вот это все происходило, люди, участники этого процесса, ученики, автоматически сами переходили в виртуальную школу. И мы видели по графику, что вот пошел снег, количество пользователей увеличилось. Снег закончится, количество пользователей увеличилось. И это говорит о том, что люди очень быстро привыкли к инструменту, к такому подходу. Он, естественно, это хуже, то есть дистанционное образование с точки зрения качества образования, это, естественно, хуже, чем образование в классе. Но люди нашли там удобный себе формат к участию. Да, но согласись, что если образование произошло, это цифровая трансформация, то есть все начали пользоваться эти онлайн-платформы, то есть я вижу, что появляется огромное количество информации, данных, и фактически у министерства образования получается уникальная историческая возможность знать о качестве преподавания, о том, чем интересуется, какой уровень преподавания, какой уровень восприятия этой информации учениками. То есть фактически огромное количество информации, которой раньше не было у министерства образования. И это хорошо, потому что развивать систему образования без такой информации фактически невозможно. Насколько я знаю, у министра имена Мрулаева есть такой дашборд, то есть он может в реальном времени видеть, что, например, в школе X в Кюрдамире там преподавали, допустим, вчера такую-то тему, и сегодня ученики написали контрольную, и результаты такие. И на базе этой информации уже можно как минимум понять, на каком уровне там преподавание идет, правильно? То есть это... Расскажи, какие плюсы есть? Многие, когда говорят о цифровой трансформации, фокусируются именно на самом инструменте, на процессе образования, на методиках, которые используются. Это важно все, естественно. Но это не самое, не единственное, как минимум. А для управляющих образования это не самое даже главное. Для управляющих образования, это как когда мы лечим больного, нам главное знать пульс всегда. Когда человек в палате, к нему подключены несколько датчиков, чтобы следить за его состоянием. Сейчас современная медицина позволяет ввести очень много параметров жизнедеятельности человека, чтобы делать своевременные вмешательства, если что-то произойдет. Как мы в фильмах видим, у человека пульс, если он перестал биться, сирена, прибегает кто-то. Скорость реакции на происходящее, в частности в медицине, сильно улучшилась. То есть человек не должен кому-то что-то говорить или не должна сидеть перед каждым больным, потому что датчик скажет, что с ним происходит. Такого не было в системе образования ни у нас, ни у кого раньше. Вообще в больших компаниях мы видим, что пандемия стала очень большим толчком цифровой трансформации, о которой большие компании говорили всегда, все государства говорили, говорили, говорили. Но вот пришла пандемия, она ускорила этот процесс. И сейчас у нас есть уникальность. Уникальность нашей ситуации заключается в том, что Министерство образования собрало под одной платформой вот этой виртуальной школы все школы страны. То есть у министра есть один дашборд. Не много разных дашбордов, там Zoom дашборд, WhatsApp дашборд, Teams дашборд и так далее. У него есть одна система, все там и все что-то там делают. Теперь, когда они что-то делают в цифровой мире, они оставляют цифровые следы. Цифровые следы — это данные, это цифры, это дата. Когда много людей создают много данных — это big data. У нас в системе виртуальной школы из полутора миллионов учеников приблизительно зарегистрировано миллион триста учеников. И самые пиковые месяцы, когда школы совсем были закрыты, это во время войны, в январе даже, у нас активность была, что ежедневно в системе сидело чуть меньше миллиона человек. Таких результатов, то есть миллион человек образовательной системы нашей страны сидели в одной платформе и генерировали данные, и они куда-то собирались. Теперь у министерства есть дашборд, который показывает, сколько учеников из какой школы, из какого класса, какого региона, активные или пассивные, какие учителя делают что. Министр может зайти теоретически на любой урок. На любой урок. И собирая много данных, министр может сделать аналитики министерства, могут сделать правильные умозаключения, выводы и сделать правильную реакцию. Как в случае с больным, к которому прицеплен датчик пульса или сердцебиение, в нашу систему сейчас внедрен датчик виртуальной школы, который министру позволяет смотреть, почему в этой деревне девочки хуже учатся, чем мальчики. Почему в этой школе старшеклассники учатся лучше, чем пятиклассники. Или почему у Эмина плохие отметки по математике постоянно. Настолько гранулированные данные, и министерство, основываясь на этих данных, может сделать немедленные интервенции. То есть, если мы увидим, что в Шамахах из, я не знаю, сколько там школ, 30 школ одна почему-то эту неделю вообще ничего не делает, мы звоним и говорим, а что случилось, почему ваши учителя не заходят или ученики не заходят. Самое важное в этой системе, кроме того, что министерство может делать интервенции, то есть, плохо все сдали тест, это не обязательно все неумные. Это может быть что-то не так в книге. Может, надо исправить в книге что-то. У нас, к счастью, все книги тоже оцифрованы, доступны. То есть, и министерство может поменять содержание книги, если захочет, то каждую неделю. То есть, провели тест, увидели, где проблемы в контексте, поменяли. У нас, мы видим активность учителей, мы видим, например, даже вот то, что я говорил изначально, что мы не можем обучить 150 тысяч учителей там очень коротко, за очень короткое время. Если я не ошибаюсь в цифрах, то годовой, годовой capacity у нас такой был, институт повышения квалификации учителей, там, если я не ошибаюсь, 5-6 тысяч учителей в год. То есть, чтобы обучить 150 тысяч учителей чему-то новому, скажем, как пользоваться мышкой, 150 тысяч мы должны делить на 5 тысяч. И получим, сколько лет нам нужно, чтобы обучить там мышки. Во время пандемии, например, тому, как пользоваться в виртуальной школе, сделали сразу курсы виртуальные также. И, если я не ошибаюсь, порядка 40 тысяч учителей прошли обучение буквально, я не знаю, в течение 5 месяцев. То есть, 5 тысяч в год и 40 тысяч за 5 месяцев. То есть, колоссальный всплеск. Мы можем сейчас быстрее учить, мы знаем, кого мы обучили, мы знаем, что он делал во время тренинга, мы все это регистрируем. Но самое важное, кроме... То есть, для управляющего, для министра, для имени Амбулаева важно, что происходит в системе, это дашьборд, держать руку на пульсе системы, чтобы делать интервенции, долгосрочные или краткосрочные интервенции. Что важно, я думаю, для системы целиком, это понимание того, что если раньше процесс обучения в той же школе... Это было как вот, что где, когда черный ящик... Никто не знал, что там происходит. Родитель отдавал ученика в школу. Тот заходил за дверью, за которую родители не пускали, потом звонил звонок, он заходил в какой-то другой черный ящик. Этих черных ящиков у нас, я говорю о классах, да, порядка 90 тысяч в стране классов. Первый А, первый Б и так далее. 90 тысяч черных ящиков, которые технически без специальных инструментов, то есть руками, ногами, глазами, проверить технически невозможно. Надо 90 тысяч... У нас есть 150 тысяч учителей, 90 тысяч классов, нам нужно еще 90 тысяч наблюдателей. Это невозможно нигде, не только у нас. А теперь 90 тысяч классов стали прозрачными. То есть я, например, своего ребенка даже... Она там тоже виртуально занималась. Я видел... Раньше я этого не видел, а сейчас я начал видеть то, чему ее учат. Уровень английского языка, учителя английского языка. Я понял, что мой там... Учитель английского языка моей дочки говорит с акцентом. Да, вот очень простая вещь вроде. Просто я сидел в той же комнате и слышал, как она говорит. Раньше это было невозможно. Теперь вот эта прозрачность, и я думаю, что если мы будем смотреть с оптимистической точки зрения, а я оптимист, я думаю, что прозрачность, она добавит профессиональной ответственности и со стороны учителя и со стороны родителя. Потому что родитель раньше не знал, как ребенок ведет себя в школе, в классе во время того или иного урока. А теперь видит. Я тоже вижу, как мой ребенок ведет себя. Я, например, вижу, что моего ребенка очень легко отвлечь. То есть, если в комнате что-то происходит, она отвлекается от урока. Раньше я этого физически не мог знать. Теперь все знают, что все все видят. Это очень важно. Все знают, что все все видят. И это меня, как добросовестного человека, заставит работать лучше, заставит стать лучшим учителем. Это не просто контроль. Это не просто министр может зайти меня увидеть или директор может зайти меня увидеть, что ни тот, ни другой раньше не могли делать. Это то, что меня видят все. И качество моей работы стало на всеобщее обозрение. Я думаю, что это приведет к повышению качества учителей, процесса образования, понимания методики, понимания подходов. То есть, раньше можно было просто в классе крикнуть, и все замолчали бы, потому что учитель тут физически стоит и кричит. А тут теперь надо как-то по-другому с детьми. Надо микрофон выключить всем. И надо сделать так, чтобы они тебя слушали. Концентрация ребенка и вообще взрослого к онлайн контенту намного снижена. То есть, мы можем посидеть на конференции или в кабинете час-два поговорить, но нам сложно смотреть видеоролики на ютубе, которые длятся час. Это у всех так. То же самое. Ребенка можно 40 минут держать в классе, потому что он за закрытой дверью, там стоит человек авторитетный. А тут никого нету. Он может выключить камеру, он может сидеть, делать вид, что он что-то там делает, но ничего не делает. Потом выключить микрофон, сказать, у меня интернет. Теперь работа учителя еще заключается в том, чтобы сделать себя более интересно. Потому что поменялась среда и все стало прозрачно. Он не может сказать, что я провел хороший урок. Меня раньше ввели в классы в очень там продвинутые школы, как они думали, Азербайджан, Баку. И говорили, вот наш самый лучший учитель английского. Я приходил, урок просто какой-то бардак был. Просто ужас, технический ужас. Человек английский не знает. И это считался хорошим учительом, потому что никто не видел, как он... У нас только видели во время... У нас было такое шоу, как День открытых дверей. К этому дню учитель готовил детей. Зубрили все неделями, чтобы это все выглядело хорошо. Потому что директор зайдет. Они все очень красивые. Они все все знают. Все отличники какие-то появлялись в классе. Так не бывает. Вот. Закончился вот этот день. Все пошли по старому. А вот, когда пошли по старому, никакого контроля не было. Опять становились черные ящики. Эмиль, теперь этот контроль поможет. Поможет, да, улучшению качества. Но что будет потом? То есть, что будет, когда опять все вернутся в классы? Ну, во-первых, нам, как стране, повезло, что у нас министры, те, которые у нас есть. То есть, я говорю сейчас там, в частности, об Аминьям Рулаеве и о его команде. К счастью, наше министерство образования понимает ценность вот тех следов, которые оставляют дети и учителя в виртуальном пространстве. Они понимают важность данных. Это им нужно для своей работы. Это им нужно больше, чем даже, я не знаю, отдельно взятой школе. И они будут придумывать механизмы, при которых виртуальное образование будет продолжаться. Я не говорю, что дети все будут ходить пять дней в неделю онлайн, но они будут делать что-то онлайн. Может быть, раз в день, раз в неделю. Может быть, учитель, например, будет проводить урок, а домашнее задание будет послать через виртуальную школу. Дети будут сами перезваниваться внутри виртуальной школы, чтобы сделать какую-то работу. То есть, какие-то элементы образования онлайн останутся, чтобы генерировать данные. И это не просто прихоть. Это может быть прихоть министерства, чтобы получать данные. Но, с другой стороны, мы видим в данных вот этой системы, что наши учителя начали использовать электронные инструменты разного рода, разного качества, разных производителей разных стран мира, потому что так интереснее вести урок. То есть, те учителя, которые хотят над собой работать. Опять возвращаемся к курикулу, который дает много инструментов учителям. С цифровой трансформацией учителей появилось еще больше инструментов, потому что все мы живем в виртуальной среде в последний год. И они увидели, что, чтобы донести вот это знание или этот навык, вот есть такой готовый инструмент, игра какая-то, математическая игра какая-то. Задание мы даем теперь так, теперь через игру. И я не думаю, что учителя, которые увидели ценность вот таких новых инструментов цифровых, я не говорю не только о виртуальной школе, а всех других, там Kahoot, Khan Academy, я не знаю, разные много других инструментов есть, они от них откажутся когда-то. Что произошло, опять технически, я немножко про техническую вещь скажу, да, это важно понимать. Тот факт, что миллион там 300 детей и 140 или 130 тысяч учителей из 150 находятся в виртуальной школе, это говорит о том, что у всех и у них есть цифровой идентификатор, юзернейм, проще говоря. Юзернейм, который им дало министерство образования. Это там семь цифр, add student-advice или teacher-advice. Что это дало системе, да, почему вот эти следы, они не просто следы там в пустыне, а это следы, связанные с идентификатором. То есть, условно, если Эмин зашел на урок там сегодня в три часа, мы видим, что это Эмин зашел на урок, а не кто-то зашел на урок. Или если Эмин зашел и сделал такое домашнее задание после того, как послушал этот урок, после того, как прочитал эту книгу, после того, что же, мы можем за ним следить, за этим идентификатором. Раньше идентификатора не было. Были люди, и был журнал красного цвета, который учитель мог писать перед Эмином Ахундовым какую-то отметку. Мог перепутать клетку и твою отметку написать мне. Да, очень легко могло посмотреть. Потому что никакого вот такого физического идентификатора, который не дает возможности ошибиться, не было у человека. Сейчас, когда Эмин Ахундов заходит на какой-то урок и делает какое-то домашнее задание, учитель не может перепутать его отметку или его поведение. Он его увидит и его может направлять. А система сверху может следить за этим идентификатором. Самое важное в виртуальной среде для долгосрочного, что есть идентификатор. Человек получил его в первом классе и до 11 класса он у него остается. И мы знаем, что он делал 11 лет. Как он учился, что у него получалось хорошо, какие у него есть наклонности. Почему у нас, например, решение, куда будет поступать ребенок, принимается в узком кругу у родителей. Потому что родитель хочет, чтобы он стал врачом, или потому что он видит или хорошо пользуется компьютером, и родитель за него решает. Потому что ребенок не может особо решиться в таком возрасте, с 15-16-17 лет. И это получается такой неосознанный выбор родителя, основанный на их личных мечтах, страданиях и так далее. Тогда как, если иметь цифровой идентификатор ребенка, и за ним будут привязаны все его действия во время школы, мы к условному восьмому классу, седьмому классу можем понять его склонности, его предпочтения. То, что ему нравится, где ему легко, где ему тяжело, какая форма предоставления информации ему больше подходит и так далее. И в восьмом классе система, в принципе. Мы сейчас работаем над этим тоже. Мы внедряем искусственный интеллект, который будет обрабатывать эти данные. Искусственный интеллект может сказать, что в восьмом классе ЭМИНу лучше поступать на технические факультеты, а там на Армении лучше поступить в гуманитарные какие-то факультеты, потому что вот есть такой тренд его личного индивидуального поведения. Мы можем, то есть если мы будем продолжать оставлять следы, если дети будут продолжать оставлять следы, а министерство эти следы собирает, мы можем делать очень хорошую преддикцию того, куда лучше этого ребенка дальше направить. Потому что это потом важно для экономики в целом для страны. Если условно… Вот я свой пример люблю рассказывать. Мне было 16, когда я закончил школу. Мои родители сказали, что лучше поступить на экономический факультет, потому что вот жизнь сейчас такая, она связана с экономикой, с бизнесом. Иди поступай в экономический вуз. Что я и сделал. Но я учился там добросовестно. Но в течение там… Через год после поступления я начал работать. Я начал работать в области информационных технологий. Потому что мне всегда это нравилось в школе. И я там начал работать, начал изучать языки и так далее. И где-то там под конец второго курса, я не говорю, что мне не нравилась экономика. Она мне нравилась и нравится. Но я помню в 18 лет, что я должен был, оказывается, поступать в другое место. Например, мат, например, стать программистом. То есть я сделал ошибку. Мы сделали ошибку в семье. Она, к счастью, не была критической. Но я мог бы стать, наверное, лучшим программистом, чем я есть сейчас. И мог бы принести больше пользы для общества или для экономики, если бы мои желания или наклонности кто-то бы поймал раньше. Если вот я сейчас думаю, да, если там через пять-шесть лет внедрения цифровой трансформации, мы сможем правильно предугадывать, куда лучше этого ребенка послать, он будет лучшим специалистом вот той области. Он никогда не попадет туда, куда ему не интересно. И мы получим качественных профессионалов. Я понял, какие образования происходят, как дигитализация, слово, которое ты не любишь, влияет на все это. Мне интересно, вот вообще есть очень… Наше образование, оно такое массовое образование, да, и где-то это идет от Советского Союза. Ты говоришь, что какие-то изменения привносятся. Мне интересно, вот допустим, есть школы в мире, да, наверное, ты тоже о них знаешь. Там есть, там детей не говорят, что вот там иди, выучи домашнее задание или сделай домашнее задание, приходи. То есть там детей учат таким образом, что дают им проекты, да, то есть иди там, допустим, я не знаю, поэкспериментируй над этим, да, и скажи, что ты видишь, и что ты там, что из этого будет. То есть это совсем другой метод вообще преподавания. Есть, допустим, я когда в Германии учился, значит, что там несколько уроков были американские учителя, допустим, human resource management был, cross-cultural management был, вот два очень интересных урока было. Мне эти уроки показались очень интересными. Почему? Потому что за месяц-два до уроков они дали нам литературу и сказали, что эту литературу вы должны прочитать. В день, когда вы придете на урок, на первый урок, вы сдадите экзамен по литературе, который вы уже до первого урока должны прочитать. И потом, допустим, да, вот семь дней с девяти часов утра до шести часов вечера, конечно, с перерывами на обед, на кофе шло безумно, безумно интересный был урок. Почему? Потому что на уроке, значит, мы обсуждали, то есть преподаватель не рассказывал нам то, что написано в учебнике, да. То есть он, допустим, работал раньше, там делал тренинги для IBM, для разных многих мировых корпораций, и он рассказывал свой опыт. Он, как равный с нами, обсуждал то, что мы поняли, что мы не поняли, и я очень четко помню, что на других уротах, и я сейчас говорю вообще не об Азербайджане, я говорю об Германии, да, об образовании, которое я получал, значит, в Европейском институте в Саарбрукене тогда, и мне было вообще не скучно, мне было очень интересно. Я чувствовал, что я что-то знал, мы спорили с коллегами, значит, с другими студентами, а также с преподавателем, да. Вот в Азербайджане, и потом в конце недели мы еще раз сдавали экзамен, да, уже после этих обсуждений, еще раз. Я хочу вот тебя спросить, да, ты знаешь лично, да, вот и министра образования, сейчас нового имена Мурлаева, и других до него, и Джейхуна, и Микейла, ты сам знал. Но насколько, и еще одну, две, три вещи я тебе скажу, допустим, я недавно об этом задумался, что ни школа, ни университет в Азербайджане, на самом деле, они мне не дали пару очень важных вещей, которые, на самом деле, ну, или семья, или школа, или университет должны дать человеку. Это то, как правильно нужно питаться, это то, как правильно нужно управлять своим телом, то есть развивать его, да, как хочешь, так далее, да, вот есть же апы, например, которые помогают тебе это делать. И как правильно вообще управлять своим внутренним миром, эмоциями, получать энергию, то есть управлять всем этим. То есть это основные вещи, которые, ну, я считаю, что очень большую роль будут играть, вот умение или неумение этим пользоваться, вообще-то определяет всю траекторию будущего человека, да, и этому в школе, в университете, я не хочу сказать только Азербайджан, да, даже вот на Западе, этому не учат. Mindfulness, знаешь, да, вот прекрасно, люди, которые burnout проходили, стресс и так далее, то есть они ценят это. То есть тоже этому, то есть насколько вот это новое мышление, эти новые методы, я не говорю, что они прямо сейчас внедряются в образование, наверное, нет, ты сейчас скажешь, но вообще идет такая интеллектуальная беседа об этом, что куда может вообще идти образование в Азербайджане в будущем, вот говоря об этих пунктах? Или нет таких разговоров, Эмит? Нет, нет, тут есть такие разговоры, опять, мне, как бы, мне последние годы, очень, последние много лет, очень самому приятно работать в этой области, потому что counterpart, вот эти министры и команда, они там понимают то, что я говорю, да, ну, якобы, никого не обижая, мы говорим на одном языке. Если раньше это был просто там разговор с чиновником, который просто слушал, там, скучал, и если это стоило не очень дорого или бесплатно, он говорил, иди делай. Сейчас мы, у нас конструктивный диалог, мы обсуждаем, где-то мы не правы, где-то они не правы, то есть у нас вот та самая дискуссия, которая у тебя происходила с твоими профессорами, она конструктивная, она нацелена на качество, на улучшение качества образования. То есть у нас нет других целей, у нас система ценностей между, там, я работаю в международной компании, системы ценностей, она прозрачная, да, мы там производим что-то, что-то продаем, а да, они хотят улучшить качество образования. И тут мы все честные, и вот я думаю, что в этой честности мы там далеко пойдем, и мы, в принципе, далеко ушли. Теперь второй момент в том, что почему вообще эти все разные методики, методики, это мое понимание дела, и то, что я прочитал у знатоков этой области, не цифровой области, а знатоков образования. Я думаю, что почему эти все методики сейчас очень актуальны, потому что мир понял, что та система, классическая система школы, и вуза даже, она устарела, вот эта система массового образования, она больше не отвечает потребностям экономики. То есть, ну, чтобы все понимали, да, школы в той форме, которая она сейчас есть, она придумана, там, два века назад, она основана на военной и индустриальной основе. То есть, звонок в школе, это такой же звонок, то есть, школа – это завод по производству детей с определенным набором знаний. Так школа задумывалась. То есть, если вот вы вспомните школы, это коридор с цехами, цех физики, цех химии, цех математики. Звонок – это вот на заводах тоже были смены, да, звонок прозвенел, люди поменяли вид деятельности, вид там, кабинет или что-то. И в результате ожидания от этой системы массового образования, что туда заходят как бы люди без знаний, маленькие, и выходят люди с одинаковым набором знаний. То есть, вот ожидание от классической школы такое. Но это в принципе невозможно. То есть, когда школы появлялись, экономике нужно было, нужны были люди, которые умеют читать, писать, там, я не знаю, какие-то базовые вещи. Это можно всех научить одинаково. С развитием общества знание увеличилось, и потребности рынка экономики тоже увеличились. И тут началась разность восприятий той или иной информации, глубины информации и так далее. В чем самая большая проблема системы массового образования? В том, что она не может никак, в принципе, ни при желании, ни при каких деньгах, она не может учитывать особенности детей. Каждого ребенка. То есть, класс – это что? Это один учитель. Ну, в частных школах это, может быть, учитель и ассистент. Максимум два учителя. И перед ними от 15 до 40-50 детей. Невозможно за 45 минут уделить всем одинаковое время, одинаковое внимание, учесть всех особенностей. Когда я говорю о особенностях, которые связаны с методиками преподавания, я говорю об особенностях восприятия данных, восприятия знаний. То есть, есть люди, которые могут прочитать с книжки обычной hardcopy и понять. Есть дети, которым нужно, чтобы учитель написал это на доске. Есть, кто может видео посмотреть, понять. Есть те, которые могут эту аудиокнигу послушать и понять. Есть люди, которые поймут после того, как сами сделают. Есть люди, которые хорошо поймут, если сами сделают и расскажут о том, как они это сделают. И это может быть, в классе таких может быть несколько групп. Трое любят читать, трое могут только воспринимать, когда слушают, трое, когда смотрят видео и так далее. Учитель не может сделать это в восьми разных форматах в течение 45 минут. Поэтому он выбирает самый простой метод. Он говорит, все слушают, все молчат. Мне не важно, как учителю, что вы сейчас в себе думаете, как себя чувствуете. И от вас я ожидаю одинакового результата. То есть, если был там, я уже не помню, кто мне такую аналогию привел, что если бы клиники работали как школы, и у вас болела бы голова в два часа дня в среду, и вы пришли бы в клинику, они бы вам сказали, извините, в среду мы режем только левые руки в два часа, а если у вас голова болит, приходите в четверг в 12. Потому что у нас урок условной литературы только в четверг в 12, урок физкультуры в среду в 2. И всем одинаково. То есть, никого не волнует, что после физкультуры в 11 часов надо идти и читать, я не знаю, там, низами литературу, да, потому что невозможно бегать в баскетбол, потом читать низами и быть одинаково сконцентрированным и там, и там. Система школьная, она так устроена. Вы не выбираете, какие предметы, когда вы проходите. Ваше участие в этом процессе выбора нет. И, кстати, вот если вспомнить о том, что сделано наше министерство с этими телеуроками или дистанционными уроками, сейчас, в принципе, ребенок может посмотреть урок литературы, когда он хочет. Потому что это онлайн доступно, да. То есть, например, ему там сказали в среду в 12 на литературу, но в это время он, ну, не до литературы его голове было, да, вот он не хотел читать низами, потому что вот не было такого настроения. А в пятницу в 6 часов вечера вот вдруг ему захотелось литературы. У него есть гибкость выбора вообще. Он может делать то, что он хочет, в принципе, когда он хочет. Цифровая трансформация приведет в конце, и это цель, кстати, всей системы образования, никто не знает, как туда попасть, но это цель, чтобы образование было доступно всегда и везде, и оно было персонализировано, чтобы процесс образования учитывал особенности ребенка, ну, или обучающегося. В массовой системе это невозможно, но с использованием цифровых инструментов, вот, там, элементарный телеурок или онлайн-уроки, когда учитель доступен всегда, ну, плюс-минус всегда, да, тут может быть больше гибкости. И плюс, когда ребенок оставляет много следов о себе, умные системы, такие как, там, искусственный интеллект, они могут сказать, где проблема, или, там, какой метод нравится этому ребенку, или в какое время он больше делает то-то, да, там, элементарно можно поймать какой-то паттерн, что он, там, по четвергам он любит физикой заниматься больше, чем в обычное другое время. То есть, вот эти паттерны, вот эти особенности можно поймать в цифрах тоже. Да, надо поработать, аналитики нужны, но это можно сделать. Теперь, ни в одной стране мира этого нету, персонализированного обучения, что хорошо, что наше министерство понимает, какие тренды у нас есть, и оно тоже говорит о персонализированном обучении. Мы тоже туда хотим. Мы в плане вот цифровой трансформации, мы одна из передовых стран. Многие этого не знают, потому что у нас цифры участников образования цифрового огромные просто. У нас каждую неделю проходило, если не ошибаюсь, 6 миллионов уроков. Каждую неделю, которые записаны, которые там доступны и так далее. И министерство, во-первых, понимает, куда идет система образования, во-вторых, понимает ценность данных, которые у них есть сейчас. И мы не сможем, опять там, в системе массового образования никто не сможет делать персонализированное обучение. Но мы сможем чуть лучше предсказывать особенности детей и как-то под них чуть лучше подстраиваться. Это и методики, это и время, это и инструменты и так далее. Мы будем ближе к этому, но мы никогда к этому не придем, потому что нет такой обязанности у государства, в принципе, каждого ребенка сделать профессионалом. Тут большая роль родителя, конечно же, который, может быть, используем с помощью цифровых технологий, или совета учителя, или профессионала, будет следить и делать свои предположения о будущем своего ребенка. Потому что сейчас этих разумных предположений от родителя мы не дождемся, потому что родитель не следит достаточно за своим ребенком. Он не следит технар, гуманитарий, что ему нравится, когда ему нравится. Поэтому делать неправильный выбор о будущем ребенка без его участия. Но есть, как ты сказал, разные методики, которые так или иначе позволяют сделать, опять-таки, в рамках массовой системы, системы массового образования, сделать этот процесс чуть лучше. Потому что я люблю очень такой проект, есть вот проектные методики. Проектные методики – это когда учитель задает ребенку какой-то проект сделать, создать, и пока он это делает, он или группа детей делает, он получает те или иные навыки и знания. Это короткая штука, проектное обучение. У нас оно внедряется. Где? В школах? Да-да-да. У нас министерство проводило курсы по повышению квалификации учителей по проектной методике. У нас есть большое количество учителей, которые знают, что такое проектная методика. Просто ее сложно внедрять. Ну, можно, но сложнее внедрять в классической школе, когда у вас есть два урока по математике, потом прыгнули на другой и так далее. Проект – это же не просто за 45 минут сделаешь что-то. Проект может длиться месяц, год и так далее. Вот эта гибкость, она, может быть, и есть. Она заложена в куррикулум. Но учителю сложно, например, загадать, задумать проект для ребенка, в котором условно он проходит математику, проходит четыре каких-то новых знания в течение четырех недель. И учитель должен придумать проект, который ребенок будет делать четыре недели и поймет эти четыре новых знания и сделает свой проект. То есть это требует от учителя большего участия. Есть в мире несколько моделей школы, которые основаны только на проектной методике. Мне нравится очень школа «Люмьяш». Поищите в интернет. В Баку есть такая школа или нет? Нет. Есть школы, в которых пытаются сделать проектную методику. Есть много учителей, которые знают, что такое проектная методика. Я думаю, что мы тоже к этому придем. Но к «Люмьяр» мы не придем. Это должна быть частная инициатива. Надо показать. Что такое «Люмьяр»? Школа «Люмьяр»? Это школа, которую создал очень богатый человек в Бразилии, который заработал очень много денег и решил, что ему не нравятся работники, которые к нему приходят. Причина того, что он создал школу, это то, что он не мог найти себе нормальных работников. Потому что он говорит, что послушайте его очень много в интернете. Это очень интересный дядь. Он говорит, ко мне приходит новый... Его зовут «Люмьяр»? Его зовут Рикардо Семмлер. Рикардо Семмлер. Да. Он говорит, что ко мне приходит новый работник, мы его нанимаем. И он потом говорит, а где мне сидеть, а что мне делать? Когда мне делать? Как мне делать? И так далее. Он говорит, эта вся ментальность пришла со школы. Потому что нам в школе все время говорят, теперь выйди из этой комнаты, иди в ту комнату, теперь занимайся этим. Теперь встань, теперь сядь и так далее. И это вот эта ментальность, военная ментальность в принципе, то есть встал-пошел налево-направо, она очень сильно у нас в голове. У нас, например, все думают, что обучение начинается, когда произнес звонок. На самом деле, если мы по дворе играем в футбол, это тоже процесс обучения. Но звонка не было. Для нас и для ребенка это не урок, это игра. На самом деле, мы что-то там учимся. И он сказал, что вот мне не нравится, какие они ко мне приходят. Я лучше, я пойду исправлю что-нибудь в школе, а где, в каком возрасте, интересно, начинается проблема. Он начал исследовать и решил, что проблема начинается с двух лет. У него школа начинается с садиков, которые приходят в два года, и детям дают полную свободу и делают проекты. В школе нету предметов, физика, химия, математика, литература, ничего. Нету кабинетов, физики, математики, соответственно. Нету звонков, нету понятия, урок начался, урок закончился. Весь процесс на проектах. То есть, ребенок приходит там, второй класс, ему, у него есть тютер, ну, как, скажем, классный руководитель, человек, который ведет этого ребенка, да, он ему говорит, вот у тебя там на выбор три проекта, скажем. Сделать велосипед, чемпионат мира по футболу, я не знаю, как приготовить кюфта босс-баш. И ребенок выбирает, например, велосипед, и вот работа этого тютера не помочь ему сделать велосипед, а собрать, привести этому ребенку людей, которые помогут ему сделать велосипед. Чтобы сделать велосипед, нужно понимать, что такое окружность, что такое колесо, что такое резина, что такое торможение, что такое трение, что такое гравитация, что такое там повороты, что такое траектория и многое другое. Что такое безопасность падения. Для всего этого есть, и это все покрывается разными науками. Физика, геометрия, математика и так далее. У этого тютера есть таблица, и в нем написано, если ребенок сделал до конца велосипед с нуля, сделал велосипед и прокатился на нем, не упал, значит, он знает, что такое гравитация, он знает, что такое трение, он знает, что такое сопротивление, он знает, что и так далее. Он знает, что такое число пи. Вот для всех нас, обычных, которые прошли обычную школу, число пи – это 3.14. Для этого ребенка число пи, он чувствует, извиняюсь, своей пятой точкой. Если он число пи не поймет, не поймет, как рассчитывать окружность, то у него колесо будет кривое, этот велосипед не поедет, или поедет, ему будет больно. То есть он число пи на своем организме ощущает, а мы этого никогда не ощущали. То есть, если он упадет, он поймет, что такое гравитация, потому что его потянуло что-то туда. То есть ему будет больно, он поймет гравитацию. И в конце он закончил велосипед, учитель, ну этот тютер, поставил галочки, что он знает, что он получил, и все, никакого экзамена. Сдал велосипед, значит, знаю это, знаю пи, знаю это, не надо никаких тестов, не надо мучить никого. Никаких этих, или вот этот был проект. Ты думаешь, это обучение будущего? То есть ты думаешь, образование, я думаю, что где-то да, где-то да, потому что это, мне кажется, оптимальная система, плюс эта школа, она внедрила информационные технологии, не на уровне вот там дистанционного обучения, а эта школа уже, эта школа имеет выпуск, даже не один, такая школа одна, уже там, уже три в Бразилии, несколько в мире. То есть это такой франчайз, можно купить. То есть в принципе, люди, которые хотят открыть школу, могут обратиться к человеку, он даст франчайз, методологию, и можно это повторять. Будут ли готовы наши родители отдавать детей в эту школу? Ну, вопрос. Что он тоже еще говорил, там есть разные проекты, один проект, чемпионат мира по футболу, там детям задают вопрос, почему в бельгийской сборной больше черных, чем белых, чернокожих, чем белокожих. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно уйти в историю, колониальную историю Бельгии, понять, почему там вообще столько черных в этой стране, они же не легионеры, это дети мигрантов, а почему мигранты, потому что колонии, почему колонии, и так далее. Или сам футбол, там футбольное поле. Он еще одну интересную вещь говорил, что мы учим всему в школе, мы учим, обычно мы развиваем только верхнюю часть головы, мозг, но мы не учим детей тому, что такое любовь, что такое смерть, что такое радость, что такое сострадание и так далее. И вот эта роль этого тютера, кроме того, что дать ему проект, следить за выполнением проекта и дать ему каких-то специалистов из разных областей, его работа также следить за ощущениями ребенка. То есть, если ребенок грустный, подумать, что у него происходило дома, может, у него дома родители поругались, или, может, он влюбился, может, у него какая-то личная маленькая трагедия, следить за этим и разговаривать с ребенком об этом. Вот основная работа тютера именно научить ребенку вот этим вещам, о которых в школе вообще не думают. Потому что он хочет, чтобы, ну, вот этот Рикардо, он хочет, чтобы дети могли что-то делать сами, с нуля, они были ответственны, они делали проект, начали и закончили, они были здоровыми ментальными людьми, и чтобы они не задавали глупых вопросов, когда приходят на работу. У него надо еще послушать, кроме, он всегда рассказывает о своем бизнесе и о своей школе, иногда вместе. у него бизнес тоже, он другой, у него, это называется индустриальная, по-моему, демократия, да, у него. Ты сам выбираешь, когда приходишь, когда уходишь, что делаешь, и так далее, ты сам выбираешь себе зарплату. Это новые, да, новые виды менеджмента, да. Да, не менеджер нанимает работника, а работник нанимает менеджера. И там очень интересно у него, послушайте. Эмин, очень, дай я тебе такой вопрос задам, вот, сейчас в освобожденных от оккупации территориях, районах, да, идет, большие идут строительные работы, да, президент говорит о том, что мы хотим и собираемся там строить смарт-сити, смарт-вилледж, да, то есть инфраструктура, если посмотреть там, там супер какой-то модерновый, модерновая мечеть будет, и так далее, и тому подобное. Мне интересно, вот, в свете того, что ты говоришь, то есть фактически мы с тобой затрагивали некоторые очень важные вопросы того, что может стать сутью вообще образования в ближайшем будущем, да, что, что есть самые передовые тренды есть в образовании. Как ты думаешь, вот в этих районах, да, где все с нуля сейчас строится, да, школы, вот в Шуше тоже, вот первая школа была сейчас заложена, значит, фундамент. А как ты думаешь, есть шансы того, что в Министерстве образования, правительство, они решат не только инфраструктуру обновлять, да, в этих освобожденных территориях, тоже Шуше и так далее, но еще и именно вот самые передовые, там, проектное образование, да, там, персонализированное образование, то есть все это так же туда, есть шанс, есть такое, идет, есть ли такое вообще обсуждение, или нет, или есть ли у тебя насчет этого свои идеи, что бы ты предложил, что возможно, если была бы политическая воля, если, там, допустим, правительство рассмотрела бы твое предложение, то есть, что бы, что бы ты предложил, что бы ты посоветовал, что можно там сделать, потому что, когда ты говорил о системе, вот, ты говоришь, что вот есть учителя, многие надо вот тихо, вот, там, или когда вот новые учителя приходят, там, более старшее поколение учителей, это авторитет, там, конфликт возникает, вот, даже в Германии, да, вот, когда я свою дочку здесь, в Берлине, отдал в школу, и, и я мог дать в разные школы, но я решил отдать в новую школу, почему? Потому что все мои немецкие друзья посоветовали мне дать ее в новую школу, почему? Потому что там будут новые преподаватели, то есть, эта проблема, которую ты затронул, она есть не только в Азербайджане, она есть даже здесь, потому что, если тебе не повезет, вот, у меня в садике дочка была, да, было два шикарнейших преподавателя, они были молодые, они были очень крутые, а когда они мне рассказывали, почему они принимают какие-то решения по поводу моей дочки, допустим, моя дочка сказала, что я не хочу идти на улицу, да, ее подруга присоединилась к ней, они решили, мы не идем на улицу, и учительница согласилась с этим, начала вести с ней переговоры, все пошли на улицу, они остались внутри, а я говорю, учительница, а почему ты приняла такое решение, это, наверное, тебе мешает, это твой авторитет, там, перед детьми, тебе надо контролировать, это 20 детей, она говорит, что ты знаешь, я не хотела ломать волю Сары, да, вот мне интересно, но там же была учительница из ГДР, да, такая пожилая женщина, это был ужас, то есть я, мы, не только я, многие родители поднимали вопрос, и мы не могли избавиться от этой учительницы, то есть мы радовались, когда ее не было, и нам было страшно, когда она была с нашими детьми, я хочу сказать, что вот в Карабахе, да, сейчас вот, то, что там ничего нет, и сейчас будут строиться школы, новые учителя, новые методы, то есть, что бы ты посоветовал, что могло бы, вот это правительство, Эмином Рулаев, это министерство образования, сделать там, именно не в плане, знаешь, вот, инфраструктуры, мы очень любим дороги, здания, а именно контента, вот, что интересно можно было бы сделать, что бы ты посоветовал? Опять, смотри, да, у нас, если ты там, внимательно слушал, у нас это будет Green Energy Zone, да, как весь Карабах, и будет здесь Smart Village, и Smart City, я как технар, вижу опять, там, много следов цифровых, да, у нас сейчас, каждая корова, каждый столб, каждая скамейка, каждая машина, каждый генератор и так далее, будут производить какие-то цифры, что приведет к тому, что мы будем более эффективно управлять городом или деревней, и это будет дешевле в конце, то есть Smart Village, это всегда о том, чтобы это было экономически эффективно, а не просто гламурно и красиво. то же самое у нас произошло в образовании, в течение года у нас у всех появился цифровой идентификатор, и мы можем следить за всем, потому что они делают следы, то есть я вижу тут аналогию, близость, мы не знаем, кто туда переедет, в каком количестве, когда, потому что процесс образования, это human process, мы не можем просто искусственно принести только новых учителей, у нас надо понимать, что у нас шушинские школы, лачинские школы, губадлинские школы и так далее, они не перестали работать, они все есть, просто они в других местах, у нас есть Шуша, Бирдену Мирайли Макитаб, он в Баку, это школа в Баку, то есть там есть учителя, но там не значит, что там учителя и дети, это дети шушинцев, это не так, но просто как организационная единица, это предприятие, организация, оно есть, и скорее всего, оно перестанет работать в Баку, оно станет работать в Шуша, что тоже хорошо, потому что в Баку, у нас мало школ, то есть у нас больше детей, чем школ, то есть меньше школ, чем надо, то есть школа освободится, будет поменьше детей в каждом классе, теперь мы не знаем, кто в школе номер один в Шуша будет преподавать, кто туда переедет, какие там дети будут, когда они будут и так далее, но ты прав, что это уникальная возможность сделать много разных экспериментов, сделать школу Люмьяр, школу сделать только с новыми учителями, школу сделать только с не новыми учителями, сделать школу для девочек, школу для мальчиков, школу на английском, и так далее, потому что, во-первых, я думаю, что политическая воля, как я вот чувствую, есть на все хорошее, качественное, и не просто гламурное, а продуманное, то есть я уверен, что если мы с тобой завтра напишем там концепцию пяти разных школ в пяти городах освобожденных, три из них реализуются, ну, если мы не говорим абсолютную ерунду, потому что там планируется все с нуля, то есть это, да, плохо, что они разрушили, но с другой стороны, легче строить с нуля, чем ремонтировать то, что есть, да, то есть мы какую-то, насколько я понимаю, какие-то части города оставим, чтобы показывать там вандализм соседей, но остальную часть мы просто снесем и построим хорошо с нуля. Будет очень качественная инфраструктура, и я знаю, что там очень качественная IT-инфраструктура будет, интернет будет очень хороший, и так далее. И учиться там, вообще, вот мы в виртуальной школе смотрим, да, самые такие активные, самые такие интересные уроки проводятся не в Баку, не бакинскими учителями. Хуже всех, и там некоторые учителя, которые могут меня увидеть, хуже всех с инновациями, с желанием учителя сделать что-то новое, что-то интересное в процессе образования, хуже всех это наши самые передовые школы, потому что они, не знаю, можно у тебя на канале говорить, они зажрались, да, очень красивое здание, очень красивые комнаты, много компьютеров, гламур, и как бы, вроде бы, больше ничего и не надо делать. И у нас есть проблема вот этих продвинутых школ, что не связано с тем, о чем мы говорили, что когда мы приходим и им говорим, что вот давайте вот это новшество сделаем, они говорят, и они думают, а мы это все знаем, мы, как бы, это для нас не новость, а проблема развития любого там профессионала, общества, сообщества, начинается тогда, когда вот этот человек, общество говорит, что я все знаю, мне некуда больше развиваться. Продвинутые школы, которые красивые все, они думают, что они по какой-то причине достигли пика педагогической науки, им больше некуда развиваться, в этот момент они останавливаются и становятся худшими школами. Самыми активными школами, учителями онлайн, у которых были интересные уроки, которые там старались, прям вот, вот как мы с тобой по телефону разговаривали, я видел кадр, когда учительница из, не знаю, в какой деревне сидела перед телефоном с курицей, показывала курицу на уроке биологии через телефон и рассказывала особенности курицы. С таким азартом, с таким желанием реальную курицу, не какую-то там картинку из книжки, а реальную курицу. Теперь я думаю, что люди, которые вернутся на освобожденные территории, которые, как мы видим даже из кадров, которые мы сейчас видим, это какой-то рай на земле, в умном, красивом пространстве, продуманном, все для человека и так далее, я думаю, что они будут стараться там и преподавать лучше, и эта вся вот аура умности или там продуманности, она будет заставлять их что-то делать. Я, например, есть один такой, тоже с цифровыми делами связанный, есть был проект, по-моему, в Дании, они изучали воздействие углекислого газа на на то, как дети учатся. Они поставили в школах датчики, которые вычисляют качество углекислого газа, которые произвели сами же дети и сравнивали их с результатами обучения. Пришли к такому мнению, что в младших классах дети к концу дня учатся хуже, чем в начале, потому что они сами надышали углекислый газ в этой комнате и потом дышат углекислым газом. Но в старших классах они еще хуже учатся, потому что они больше и производят больше углекислого газа. Как результат датчик измерял углекислый газ и если он превышал какую-то норму, открывал форточку. Просто вентиляцию комнаты делал. И результаты образования улучшились. Это smart school, smart school building, который сам контролирует такую obvious вещь, как углекислый. Мы никогда об этом не думали. Я думаю, что ты никогда об этом не думал. Или проект, который такая история была где-то в Латинской Америке в одной школе, в которой было очень плохое, старое здание и так далее. Все плохо учились, у всех были плохие отметки. люди управляющие решили, что это все потому, что школа плохая, старое здание. нашли инвесторов, построили новую школу, корпуса построили, начали вести урок, смотрят результат такой же, как и был раньше. Они сказали, наверное, дети спортом не занимаются, давайте построим им зал. Построили зал, результат тот же, давайте поставим лабораторию по химии, компьютеру. Что они делают, результат не меняется. потом один стал сказать, что мы забыли туалет починить. Починили туалет, все стали учиться лучше. Почему? Потому что у них туалеты были, извиняюсь, настолько плохими, что дети не хотели туда ходить. А чтобы не ходить в туалет, надо меньше просто воды пить. И дети, будучи в школе, меньше воды пили, а когда у тебя недостаточно жидкости в организме, у тебя голова нормально не работает. То есть опять тоже смарт, это все можно посчитать, это все можно как-то оцифровать. И если построить здание правильное, и сейчас современные школы строят не по принципу, который мы с тобой учились, по принципу, который до сих пор строят. Это коридор, кабинеты. Сейчас строят плазы, то есть большие залы, в которых учатся несколько классов одновременно, которые мобильные, в которых можно поменять что-то. Можно строить плазы, можно к строительству школ подойти по-другому, сделать умные здания, которые сами себя отапливают и так далее. И можно попробовать разные вот такие методики, разные подходы в разных частях, потому что, опять, я думаю, что для нашей страны это показательный такой проект для господина президента, но параллельно с этим это такой большой эксперимент под открытым небом. И инфраструктурный, и человеческий, и военный, и в области безопасности и так далее. Ну, эксперимент, он чем хорош? Что можно ошибиться? Мы можем начать какой-то проект школы, мы, опять-таки, мы же не будем с нуля что-то придумывать, но мы возьмем самые лучшие, то есть, вот я бы взял Lumiar модель, купил бы франшизу, я, насколько знаю, они такие достаточно открытые, поэтому открыл бы одну школу там, какую-то другую школу есть еще там, по-моему, в Колумбии есть школа проектной методики, сделал бы другую модель, то есть, там очень, я бы там как бы развернулся хорошо, я думаю, что есть понимание, опять, система образования, она опять, да, у нее особенность, она никогда не останавливалась, она самая большая в стране, у нас нет другой среды, другой индустрии, в которой столько людей собрано, полтора миллиона человек каждый день собирались в каком-то, в 4500 школах, и делать там какие-то радикальные вещи в большом масштабе, это всегда чревато рисками, теперь, ну, с пандемией так случилось, что у нас выбора не было, но на новых территориях можно делать много разных интересных вещей, я, как понимаю, у нашего министра есть желание и понимание, то есть, если говорить о проектной методике, кстати, у нас сейчас внедряют проект STEAM, Science Technology Engineering Arts Math, это вот такие лаборатории, в которых есть компьютеры, в которых есть мольберты, в которых есть 3D-принтеры, разные платы, роботы, которые можно программировать, и дети делают как раз проекты, связанные с Science Technology Engineering Arts Math, используя технологии, то есть, не просто нарисуй, а ты можешь нарисовать что-то, запрограммировать это на компьютере и дать это 3D-принтеру, чтобы он наоборот это во многих школах есть? Я могу ошибиться, по-моему, в 100 школах или 160 школах это как экспериментально ввели, да, вот экспериментально ввели, в принципе, STEM на Западе ты знаешь, да, это и математика, физика, там, химтехнические эти, да, науки проходят как одно целое, потому что они действительно связаны между собой, потому что вот, не знаю, чтобы Science он связан с математикой обязательно, технология тоже связана с математикой, Arts современный обязательно связан с технологией, то есть, взаимосвязь, она позволяет, когда проходят вместе это все, делать проект, ребенок может работать над одним проектом, используя и Science, и Technology, и Math, и так далее, и у него появляется больше ассоциативных рядов в голове, связанных вот с этим объектом, да, вообще наша память так работает, мы помним те вещи, о которых у нас в голове много ассоциаций, мы не помним те вещи, о которых у нас в голове мало ассоциаций, а у нас предметы в школе, это тоже проблема массового образования, вот эта физика отдельная, химия отдельная, и тогда, у нас, например, когда мы проходим теорему Пифагора, мы не говорим особо о том, что это было во время Древней Греции, да, тогда люди так-то жили, они вот так-то одевались, и тогда, у нас математика и история никак не связаны, хотя мы многое математики знаем, потому что это изучали давно, или там первый закон Ньютона, это, кажется, было в Британии, в Британии есть город Лондон, там течет река Темза, то есть, если я ребенку скажу, что первый закон Ньютона также связан, я не знаю, с футбольным клубом Челси, он лучше вероятность, больше вероятность, что он запомнит первый закон Ньютона, потому что это связано с футболом, которого он потенциально любит, и Челси это клевый бренд, да, вроде мы говорим опять о физике, но я ушел в футбол, вот эти ассоциативные ряды нужно создавать, и Стэм, проектная методика, она как раз на это рассчитана, и у нас это внедряется, у нас проект еще алгоритмик внедряется, тоже есть элементы этого. Понятно. Эмин, вот я хочу продолжать эту тему, вот есть IT-технологии, да, есть IT-технологии, которые, ну, сейчас очень много рабочих мест, очень много бизнеса, индустрии зарождается именно там, да, вот в системе образования есть мысль, есть какое-то видение того, что нужно, не знаю, есть большая потребность в этом, и в Азербайджане, и во всем мире, и эта потребность, она будет, это именно вот специальность, я не знаю, на которой будет расти, да, то есть потребность в ней и так далее, она будет влиять очень сильно на все другие индустрии, как-то в системе образования эта идея существует, то есть какое-то внимание, видение этого есть ли, уделяется ли, будет ли этому уделяться больше внимания, или нет пока такого? Как бы вот то, что я сужу, это проблемная тема, мы об этом можем говорить еще в следующие два часа, мы с тобой два часа наговорили, это большая тема, почему, да, потому что по тому, что говорят наши официальные мужи, вроде бы то, что ты говоришь, имеет место быть, да, то есть все говорят, что будущее за цифровыми технологиями, нам нужно больше IT-специалистов, мы должны развивать, мы должны увеличивать и так далее, но параллельно с этим у нас очень маленькое внимание к этому направлению, да, там у нас есть один предмет, который непосредственно связан с информационными технологиями, называется информатика, computer science в мире называется, математика, естественно, у нас есть, но ее проходят в отрыве от информационных технологий, ну, еще есть, конечно, физика, которая тоже связана с информационными технологиями, но опять она проходит в отрыве, плюс самая большая проблема, что у нас по информатике нет никакого Из-за того, что, чтобы стать специалистом информационной технологии, абитуриент не должен сдавать экзамен по информатике, он должен сдавать экзамен по физике, по химии, по математике, по иностранному языку. У нас сейчас система поступления в вузы устроена так, что ребенок в 10-11 классе выбирает направление или группу, куда он будет поступать. С этой группой связан ряд предметов. Третья группа гуманитария проходит историю, географию, языки. Ты считаешь, что это надо менять, если мы хотим идти в эту сторону? Понимание этого есть. Понимание того, что вообще система поступления у нас неправильная. Она была хороша тогда, когда ее внедряли, чтобы убрать коррупцию, но сейчас она свое как бы изжила и над этим работа идет. У нас еще проблема, потому что этим занимается другой институт государственный. Этим не занимается Министерство образования, этим занимается государственный экзаменационный центр. Но тот факт, что информационная технология у нас не требуется при поступлении, уменьшает внимание этому предмету как со стороны родителей, так и со стороны детей. И как результат мы имеем людей, которые знают химию, поступающую на компьютер-сайенс, компьютер-инжиниринг и так далее, и ничего не понимают в алгоритмике. Они знают, как включить, но не понимают его логику. Естественно, у нас хороших специалистов не будет в ближайшем будущем из-за этого. Поэтому я думаю, что нужно менять подход именно, то есть поднять надо приоритет этого предмета. И этот предмет на самом деле, это наука, информационный технологий или это инфраструктура, информационный технологий. Я думаю, что она должна быть внедрена во все предметы. То есть условно, вот почему нас в школе учат, нас учили и до сих пор наши детей учат писать рукой на бумаге, да? Это работа там учителя начальных классов. Но современный человек, кроме того, что пишет рукой, там ручкой, рукой на бумаге, он также пишет пальцами на клавиатуре. Почему никто не учит этому детей, да? Это такое же писание, если посмотреть, это такое же письмо, но мы почему-то не учим этому. И мы почему-то учим этому только потом на информатике, на другом предмете. А писать учит человек, который учит языку. Или считать учит учителем математики. Он учит, может, даже калькулятору, но не экселу. И так далее. Много можно таких аналогий сделать, когда можно внедрить технологии в предмет, он станет интереснее, он станет богаче. И детям будет интересно. Например, вот все дети играют в Майнкрафт. Есть такая игра, да? У Майнкрафта есть Education Edition, в котором, вот, там есть разные миры, кто играет в Майнкрафт, поймет. В Майнкрафте есть мир химии. Это такой кабинет, это такая, не знаю, большая лаборатория. Игрок приходит, выбирает химические элементы, колбы и так далее. Его может там, не знаю, соединить и увидит, какая будет реакция. Но он учит химию. Очень такой, да, сложный, особенный предмет. Но он это делает через игру, которую он любит. Сейчас все играют в Майнкрафт. Этого в наших школах нет, да, именно? То есть геймификация... Мы это начинаем делать. Геймификация в той или иной маленькой мере есть. На базе Майнкрафта мы сейчас собираемся это делать. Но, как бы, мы, опять, мы, как страна, следим за трендами. Мы хорошо это делаем. Наше министерство понимает тренды методологии, педагогики и технологий. Мы не можем внедрять все быстро, потому что система большая. Но у меня есть большие надежды после вот этого года пандемии. Во-первых, мы показали, как система образования, что мы очень мобильные, мы очень подвижные, мы можем очень быстро привыкать. Во-вторых, наличие самой уже вот этой системы идентификации, наличие людей всех в онлайн-платформе делает все очень быстрым. То есть мы можем, если опять, да, вот обучить учителей. Раньше было 5 тысяч в год, сейчас 40 тысяч за 5 месяцев. То есть мы можем делать все намного динамичнее, мы можем делать изменения намного легче. И я вот с этой виртуальной школой очень сильно завязан. Я видел, что даже там, когда мы предлагали какие-то радикальные вещи, реакция людей на эти изменения даже радикальной виртуальной жизни не были такими категоричными, как они были бы в оффлайн-жизнике. Потому что мы могли дать им какие-то изменения привычных вещей, но это не было связано с тем, что ты должен встать, пойти куда-то, ты не тратил доплаты. И когда люди привыкали к этим изменениям, что тоже происходит очень быстро. Потому что там не нажимайте так кнопку, а нажимайте так кнопку, да не эту кнопку, а ту кнопку. И это происходит, допустим, мы очень часто, буквально каждую неделю мы что-то придумывали такое. Мы нашли какую-то новую функцию или новый подход, или новое там приложение и так далее. Министерство снимало буквально двухминутное видео, выкладывало на YouTube. И мы смотрели потом тренды, там буквально через несколько недель смотрели, что все делают так, как мы показали на видео. Достаточно снять двух-трехминутное правильное видео, бросить его в сеть и сказать, а теперь можно и так делать. И мы так и поражались, что как люди, мы, очень много инструментов есть внутри виртуальной школы, о которых никакого тренинга не было. Никогда ни о чем. И мы смотрим, там 30 тысяч человек используют это, 10 тысяч человек, тысячами. Мы делали эти, как его, бродкаст-ивенты, на котором участвовало 9 тысяч человек. Страна никогда не собирала 9 тысяч человек, учителей в один зал, да. У нас только в футбол мог быть такого количества. Эмин, безумно интересно тебя слушать. Я, мы уже с тобой больше двух часов общаемся. Это, по-моему, так в этом стиле первая передача, где мы столько много общаемся. На самом деле, но есть еще один вопрос, который я тебе должен задать. И это будет последний вопрос. На этом мы остановимся. Но я думаю, что его не задать невозможно. То есть мне очень интересно, да. Ты в начале нашей передачи сказал, что с Михаил Джабаров и во время него зарплаты увеличились в три раза, да? Плюс-минус, да. Плюс-минус и для учителей. И это один из методов, что помогает, конечно, бороться с коррупцией. Какие другие вещи были сделаны именно в борьбе с коррупцией? И как ты думаешь, вот самый важный вопрос, вот эта дигитализация, она или цифровая трансформация, как она помогает именно в этом вопросе борьбы с коррупцией? Есть ли какие-то результаты? И есть ли какие-то идеи, которые ты, например, предложил бы, их можно было бы внедрить, и это бы имело положительный эффект? Я очень быстро отвечу, потому что у меня батарейка сядет. Во-первых, коррупция борется. Коррупция борется, я думаю, что системно. То есть, почему коррупция появляется? Потому что человек, который в этом заинтересован, он общается с человеком, который может от этого пострадать. То есть, условно, чиновник, если не видит человека, то он не может у него взятки попросить. То, что мы сделали с учителями во многих вузах, человек, который преподает тебе, не принимает экзамен. Или же вообще не учитель принимает экзамен, а онлайн-система какая-то. Ты заходишь в компьютерный класс и сдаешь экзамен компьютеру. Это понижает качество образования, потому что опять тесты, ненавидимые нами всеми, но уменьшает коррупцию. Поэтому у нас системная коррупция высших учебных заведений, как минимум города Баку, это я знаю лично. Можно сказать, что ее нет. Если проценты, то, может быть, на 5% где-то очень большие деньги что-то можно сделать. Но я давно об этом не слышал. Это первое. Второе, я думаю, что цифровое, опять-таки, цифровка привела к прозрачности. К транспарентности. Да, да. Люди, то есть сейчас нельзя сказать, я хорошо провел урок, если ты его плохо провел. Сейчас, вот сейчас, кстати, тоже у нас экзамены проходят в вузах. Уже в прошлый год летние экзамены, зимние сессии, и сейчас летние сессии проходят тоже через онлайн-платформу. Экзамены принимают на дистанции. То есть вот как мы с тобой так разговариваем, учитель разговаривает со студентом, но все записывается. Ты можешь посмотреть любую секунду любого экзамена. Гениально. Сейчас во всех университетах так? Ну, порядка 40 из 50. В БГУ так. То есть в БГУ, если пойду сдам экзамен, то как я сдаю экзамен, записывается на видео. Да, 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 да. Прекрасно. Это когда началось, Эмин? Это когда внедрилось? Пандемия. Только в этом году, то есть в течение этого года. Прошлым летом это был первый кейс, когда вот в июне, в июле, когда у них экзамены, они это начали внедрять. Потом зимняя сессия, вот эта зима. И вот сейчас будет опять летняя сессия, то же самое, да? Прекрасно. Опять, чтобы побороть коррупцию, нужно открыть двери. То есть если вот условно, да, когда мы с тобой учились в вузах, если бы мы экзамен принимали бы, не знаю, во дворе университета, я думаю, что никакой коррупции не было бы. Потому что это было бы на виду у всех. То есть любой проходящий мог бы видеть, что ты не отвечаешь, а тебе пятерку ставят. Так же не бывает или наоборот? То есть прозрачности не было. Вот эти black box, цифровая трансформация убирает. Если это экзамен снимается на камеру, то любой студент может доказать потом, что он отвечал на вопрос правильно, а учитель, например. У нас сейчас апелляция так и происходит. Они смотрят видео и говорят, что я же правильно тут ответил. Это просто еще люди не осознали. Я знаю причину, почему они не осознали. Очень интересно. Ты такие вещи рассказываешь. Но ты знаешь, в обществе, то есть если смотреть социальные сети, люди говорят, что ой, ничего не изменилось, никакого прогресса. Я думаю, что здесь... Они говорят о контенте именно. Они говорят о контенте. О контенте говорят. Потому что, да, мы там записываем экзамены, но учитель-то преподает по книжке 67-го года желтого цвета же, который он выходит, этот студент выходит на рынок, и ничего из этой книжки на рынке нет. Но ты же сказал, что сейчас, в принципе, в дигитальную эпоху появилась возможность быстро менять контент учебника. Я как раз это и говорил. То есть люди не поняли, какой колоссальный инструмент у них есть. Я когда говорю люди, я имею в виду людей, управляющих системой образования. Почему? Потому что они только целый год, только первый год они так работают. Они еще не осознали масштаб того, что или у них есть, или они могут сделать. То те университеты, которые не снимают на видеоэкзамен, они должны начать это делать. Потому что это даже финансово бесплатно. То есть инструменты для образования во всех компаниях в основном бесплатные. Но то, что они не делают, они просто заняты тем, чтобы вот в эту новую реальность привыкнуть. Я думаю, что мы привыкли все. И вот такого рода, я думаю, что наши дискуссии или других людей дискуссии, они должны давать новые идеи управляющим или учителям. Я думаю, что наши учителя не сидят без дела. Они из-за того, что они больше проводят времени в компьютере, они больше смотрят об этом. Они больше envision делают себя о том, что вообще возможно. Я тебе вот такой пример скажу, что виртуальная школа, она построена на базе Microsoft Teams. Такая программа. До виртуальной школы на азербайджанском языке не было ни одного видео в YouTube об этом продукте. Потом, когда министерство запустило, министерство само начало снимать видео, но буквально через пару месяцев просто тысячи видео появилось о Microsoft Teams на азербайджанском, снятые учителями азербайджанскими. То есть, когда люди уже не просто учат что-то через YouTube, они сами начали создавать контент, о котором их никто не просил. Я вот учитель такого-то, я вот сегодня сделал вот это на Teams, вот посмотрите, как я это сделал. Никто их не просил, никто им денег не давал, никакого там поощрения директор не сделал. Люди это сделали. Вот этот процесс, мы отошли от шока, что вот у нас новая платформа. Теперь дальше, я думаю, что если мы будем советовать, мы будем вместе обсуждать, мы все вырастим, я думаю, что мы придем к тому, что и контент поменяется, и учителя, те, которые плохие или там слабые, они уйдут. У меня осталось 2% от этого. Эмин, огромное тебе спасибо, было безумно интересно. Я надеюсь, что еще через год мы с тобой еще раз обязательно побеседуем, и ты нам расскажешь, что произошло еще в течение, не знаю, вот этого года. Огромное спасибо тебе, до свидания, и больших успехов. Тебе спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok